Благоустройство, реконструкция дома культуры и других социальных объектов. Немало проектов по восстановлению бывшего Монинского гарнизона запланировано правительством Московской области. Работа в рамках программы по модернизации расформированных военных городков, перешедших на баланс региона, началась еще в прошлом году. В 2016-м на эту работу выделено порядка двух миллиардов рублей. Совещание по данной теме в городском поселении Монин провели министр ЖКХ Евгений Хромушин и заместитель председателя Мособлдумы Иван Жуков. Мы сегодня провели очередное совещание здесь, в городском поселении Монина, с целью уточнить, как реализовывается задача по благоустройству Монин, по решению основных задач, связанных в том числе с ремонтом этого дома культуры, с выделением денег. Всего на благоустройство и другие работы на территории бывшего гарнизона в этом году будет выделено около 50 миллионов рублей. Уже сейчас в городке проходит подготовительный этап. Опилка сухостойных деревьев, уборка мусора, завозится плодородный грунт для восстановления газонов. Планируется ремонт асфальта, брусчатки, бордюрных камней в пешеходных зонах, посев травы на газонах, замена устаревших малых архитектурных форм. Часть работ планируют завершить к 9 мая. Должно быть полное благоустройство городка военного. Я думаю, что мы эту работу каким-то образом процентов на 50-60 выточил. Определились с теми приоритетными задачами и работами, которые необходимы выполнить в короткой сроке, потому что работа будет многоэтапная. Сейчас первый этап. Также на совещании обсудили ремонт дома культуры, за которым так и закрепилось ностальгическое название – дом офицеров. Не так давно там прошел косметический ремонт, и все же здание не в лучшем состоянии. Уже было проведено предварительное обследование объекта. Часть конструкций в серьезном повреждении, практически в аварийном состоянии – это карманы, которые предназначены для завоза декораций. Их разбирать придется процентов на 75-80. Так что объем работ предстоит немалый. Министр ЖКХ отметил, что дом включен в программу финансирования и предложил провести работы в несколько этапов. Я сейчас таблицу его внес. Первый повод, да, вот в эту большую таблицу у нас дом культуры, мы внесли. Вот, это первое. Второе. Вы разбейте, все не надо сегодня год делать. Вы разбейте на очереди. Программа трехлетняя. Непростой период пришлось пережить городскому поселению Монина после расформирования городка, а затем и переноса военно-воздушной академии имени Гагарина. Часть инфраструктуры была передана от Министерства обороны не в лучшем состоянии. В прошедшем году в Монина уже был проведен масштабный ремонт инженерных коммуникаций. На очереди не только благоустройство и дом офицеров, но и другие социальные объекты, в том числе спортивная инфраструктура. То, что сейчас Монина просыпается, это уже стало заметно не только для нас, но и, мне кажется, для жителей. Мы наконец-то увидели, и я в том числе, единение властей и района, и нашего поселка, и как мы пошагово движемся в этом направлении.